друзья всем привет с вами владимир шемит как вы знаете сейчас нахожусь на отдыхе в египте в отеле albatros 4 звезды albatros aqua blue 4 звезды шарм-эль-шейхи и сейчас я нахожусь в номере потому что наша катюшка спит дневной сон и моя очередь дежурить с моей дочкой а супруга катается сына в набор но друзьям решил тратить это времени попусту а записать для вас полезное видео на тему страховки страхование туристов при путешествиях за границу поэтому очень важно посмотрите это видео до конца чтобы вы все поняли всю суть этого вопроса это очень важный вопрос потому что он особенно актуальный в период пандемии и коронавируса так что присаживайтесь поудобнее и погнали и так друзья я уже уселся поудобнее на балконе и давайте же поговорим насчет страховки значит первое что вы должны понимать что если вы летите в пакетный тур неважно это египет турция либо какое-то другое направление если вы летите в пакетный тур через тур оператора то в вашем пакете будет обязательно страховка путешествующих за границу по медицине и от несчастных случаев смотрите если вы гражданин украины то согласно закона украины о туризме страховка является обязательным элементом в туре и туроператор должен либо предоставить туристу эту страховку в пакете либо проверить наличие этой страховки у туристов но чтобы не потерять свою лицензию тур оператор не проверяет страховку у туристов то есть ту страховку которую турист может сам себе сделать либо возможно она у него есть он просто ее закладывает в пакет то есть она есть в каждом пакете и от нее избавиться вы не можете ни под каким предлогом тур оператор не уберет страховку из пакетного тура потому что не дай бог то он останется виноватым и он потеряет лицензии на туроператорскую деятельность это очень серьезно друзья поэтому как бы вам не хотелось отказаться от этой страховки вы от нее не откажетесь и она есть и ее стоимость заложена в пакетный тур но хочу сразу вас как бы предупредить то есть ну не то что предупредить а сказать что страховка которая есть пакетном туре она самая дешевая как правило туроператор ее делает для того чтобы чисто выполнить условия закона украины о туризме поэтому он туда ее добавляет самую минимальную самую дешевую и как правило с франшизы для того чтобы минимизировать стоимость тура потому что принципе вы же туристы и вы же хотите купить тур подешевле но вы мало это осознаете о том что чем дешевле тем скорее всего это отобразится на составе услуг так вот страховка как раз и идет самая минимальная пакете но кроме того что она самая минимальная пакете она покрывает медицину и несчастный случай значит медицину в рамках по моему от 30 тысяч долларов если это долларовое направление тура либо 30 тысяч евро если это примеру европейские страны и несчастный случай по моему он идет в среднем в рамках трех тысяч долларов на одного человека вот значит принципе в большинстве случаев медицинских вот таких вот не глобальных то есть порезал палец там что-то такое ну там может быть простудился либо там отравился вот такого плана как бы медицину как правило страховка чаще всего нормально покрывает и принципе обязательства выполняются хотя бывают случаи что и даже по обычной медицине страховая морозится вот но сейчас 2020 год друзья период пандемии коронавируса в общем серьезные вопросы вы должны понимать что коронавирус он есть он будет и это неизбежно и насколько я понимаю рано или поздно все этим коронавирусом перри болеет так что хоть закрывайтесь а дома хоть не закрывайтесь а дома рано или поздно он до вас доберется это было небольшое оцепление так вот пункты коронавируса некоторые пункты коронавируса все страховки туроператором которые есть пакете тоже покрывает некоторые это очень минимальный состав это очень скользко все прописано в договоре страхования и вот сколько случаев было которые касаются коронавируса и страховки в общем давайте конкретно за конкретную страховую потому что есть разные страховые фирмы так вот в лусо страховая компания в лусо из того что я знаю с нашими клиентами это не происходило но с другими клиентами клиентами нашими наших коллег это происходило были случаи с коронавирусом где страховая была в лусо полный мороз полный мороз вот то есть сначала тянут резину когда связывается страховой компанией потом вообще могут морозиться не отвечать на звонок если это вот связано с коронавирусом мы по итогу как правило страховая пытается отморозиться от выполнения своих обязательств по договору все эти пункты в договоре страховом договоре очень скользко расписаны друзья очень скользко там конечно если вы захотите разобраться скорее всего без суда вы не обойдетесь осудиться со страховой ну друзья вы я думаю понимаете это 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 просто бред никто не будет судиться со страховой потому что с ними невозможно судиться и выиграть в таком вот вопросе поэтому друзья это вот важная информация которую вы должны понимать и соответственно если вы хотите безопасно отдыхать и не дай бог при каком-то случае если вам нужно будет обратиться за медицинской помощью вам нужно оформить нормальную туристическую страховку которая будет реально работать и по медицине по несчастному случаю и покрывать все ваши расходы во время отдыха если произойдет такой случай конечно я желаю всем отдыхать чтобы ни при каких обстоятельствах у вас такое не произошло но если это произойдет вы должны быть готовыми что либо вы заказываете себе нормальную страховку не операторскую не та которая в пакете не та которую можно заказать дополнительно у туроператора а отдельную вообще которая никаким образом не касается тур оператора вот либо будьте готовы к расходам сотни долларов тысячи долларов и десятки тысяч долларов если что-то произойдет серьезные по медицине во время вашего отдыха это не принципе даже не только касается коронавируса и пандемии это касается вообще вы едете за границу не только в тур там деловая поездка либо еще что-то в этом роде друзья делайте себе хорошую рабочую медицинскую страховку то что не дай бог вам придется обратиться в медицину за границей вы прозреете а возможно и лишитесь всего своего имущества если это будет серьезный медицинский случай потому что медицина за границей очень дорогая друзья это может дойти до 30 тысяч долларов почему страховая полисе ставит лимит покрытия 30 тысяч долларов на одного человека потому что не дай бог какой-то будет серьезный вопрос то может дойти до такой суммы представляете 30 тысяч долларов друзья на одного человека сумма покрытия вот вы имеете такую сумму денег если не дай бог придется обратиться за границей в медицину потому что грубо говоря вот если вы обратитесь к врачу за границей но от 100 баксов нужно сразу так вот положить на стол врачу за то что он просто с вами поговорить это не украина друзья и вы должны быть к этому готовы дальше друзья опять возвращаемся к страховкам которые есть пакете давайте так вот примеру туроператор аннекс тур предоставляет страховку пакете страховой компании busso так же сама и туроператор corral travel предоставляет в своем пакете страховую компанию busso это на данный момент времени иногда это может конечно меняться то есть в зависимости от контрактов туроператора со страховой есть другие туроператоры там тестур пегас кто там альф джойна но друзья вот вернемся опять к этим аннексу и кораллу и busso почему аннекс кораллу и busso потому что они сейчас на данный период времени очень сильно горят и цены натуры в египет самые низкие в этих операторов как правило так вот если вы летите с этим оператором мой совет это мой совет вы можете делать это можете не делать оформляйте себе нормальную страховку не у оператора отдельно за страховки страховые компании я вам потом расскажу дальше значит если вы летите там с тест туром и с джойна по моему у них нормальные страховые я напишу эту информацию в описании к этому видео обязательно зайдите в описании и там будет очень много полезной информации друзья значит у тест тура если не изменилось и рв страховая это вот та страховая которую я рекомендую если вы летите на отдых то есть именно ее полис желательно оформлять по медицинской страховки для путешествия за границу у джойна по ну принципе тоже вроде бы работают нормально как бы если вы летите с джойна по то страховку можно дополнительно оформить именно у джойна по расширенную имеется ввиду там от невыезда плюс которые там дополнительно покрывают пункты по коронавирусу друзья вот есть и другие операторы но за других операторов я вам напишу в описании к этому видео информации потому что это будет очень долгое видео если я буду за всех рассказывать что касается меня и моей семьи друзья мы когда едем на отдых всегда оформляем нормальную страховку если она есть пакете вот как у некоторых операторов мы тогда не оформляем если ее нету вот примеру у аннекс тура корол тревел ее нету нормальной страховки мы ее себе оформляем нормальную страховку то есть которая будет реально работать и которая действительно поможет если будет какой-то случай с этой пандемией либо коронавирусом не считая медицину потому что медицину естественно в принципе большинство страховых стараются покрыть и выполнить все в порядке кроме того вы должны понимать что в пакете у туроператоров как правило страховка идет с франшизой что это означает друзья в среднем франшиза составляет страховой ну в страховке которая идет пакете это 30 долларов либо 25 долларов либо 30 евро либо 25 евро это средняя цена франшизы которую турист должен заплатить из своего кармана если он обращается в страховую компанию по медицинскому случаю неважно хоть вы хотите задать просто врачу вопрос вы должны заплатить сначала эти 30 долларов и только тогда вас врач примет выслушает и тому подобное то есть остальное сумму за прием врача и все услуги уже тогда покроет страховая компания то есть не дай бог вы обратитесь медицинское учреждение и по страховой то вам если в страховке есть франшиза вы платите 30 долларов еще раз говорю 30 долларов либо 30 евро в зависимости от направления и франшизы в пакете потому что франшизы бывают разные но минимальная франшиза по моему 25 долларов евро в зависимости от направлений так вот друзья что же я хочу сказать если вы оформляете нормальную страховку примеру ервэ там франшиза по моему вообще нету ну по крайней мере там где мы оформляем франшизы нету то есть все полисы страховой ервэ идут без франшизы то есть если мы обратимся в медицинское учреждение по страховке ервэ то есть мы ничего абсолютно не платим все покрывает страховая компания ервэ то есть нету франшизы есть еще страховая компания пзл тоже серьезная страховая компания тоже работает тоже покрывает все случаи которые происходили у людей которые оформляли этот полис она покрывала это из я знаю да возможно конечно и бывают случаи что какие то есть нюансы и сложности но друзья всегда работала не знаю если что пишите это все в комментариях под этим видео я почитаю поэтому принципе на данный момент времени в украине есть две страховых компаний с которыми можно не бояться ехать на отдых либо вообще неважно за границу если вы собрались за границу и вот нужно оформлять именно полис этих страховых компаний тогда у вас проблем не будет мы семьей себе оформить нас двое взрослых и двое деток нам страховка вышла у меня под рукой нету полиса я эту информацию напишу в камень не в комментариях а в описании к этому видео сколько нам вышла страховка на семью по моему там тысяча с копейками то есть тысяча с копейками это условно говоря там 35 долларов да вот 35 долларов а теперь внимание друзья 35 долларов это стоимость страховки а если бы мы и мы если обратимся по страховой то мы не платим никакой франшизы но если вы обратитесь по страховой которые просто есть пакете и собственно говоря как бы она будет с франшизой вы эти 30 долларов сразу заплатить более того друзья а а не дай бог вам придется обратиться когда вы будете за границей не один раз медицинское учреждение для получения медицинской помощи то каждый раз когда вы обращаетесь по медицинским вопросам и который покрывает страховая вы будете платить каждый раз франшизу то есть заболел зуб и лишь ну неважно там вывихнули руку палец что-то такое в этом роде вы обратились медицинское учреждение вы заплатили в франшизу 30 и остальное покрыла страховая через три дня у вас еще что-то происходит и вам нужно опять обратиться в медицинское учреждение и вы опять платите 30 долларов окей смотрите уже 60 долларов а вот вы летите вдвоем либо вчетвером с детками это вообще просто как бы вы если летите с детьми вы должны вообще просто максимально обезопасить себя так вот не дай бог там нужно обратиться четырем человеком то есть это сразу 120 120 долларов вы должны заплатить если вы хотите вчетвером обратиться в медицинское учреждение для того чтобы страховая покрыла вам ваши расходы это 120 долларов друзья ребят вот вы думайте с какие разок расходы могут просто так хоп и все когда вы находитесь за границей поэтому друзья а если вот примеру бывает что еще такие нюансы ну несколько раз там ну опять таки вот врач может быть назначит вам какие-то процедуры в отеле вот в отеле либо вы там посещаете медицинское учреждение либо из медицинского учреждения приезжают в отель делать вам какие-то процедуры то может такое быть что за каждую вот такую процедуру вам нужно платить франшизу вот примеру сегодня вы обратились заплатили 30 долларов врач принял все там посмотрел назначил курс лечения амбулаторный насколько я помню амбулаторный это домашних условиях посещение медицинского учреждения вот и вот вы идете на следующий день чтобы вам сделали перевязку еще нужно 30 долларов заплатить за франшизу на следующий день опять перевязка еще 30 долларов думаете это удобно и комфортно поэтому друзья оформите нормальную страховку это немного то есть это небольшая сумма ну я же говорю просто медицина и несчастный случай нам на семью в египет в нормальной страховой компании это по моему либо 1000 либо 1200 гривен вышла на неделю это расширенная программа которая включает там пункты которые покрывает к вид то есть это очень важно друзья и и мы спокойно и не боимся ничего я знаю что страховая все покроет друзья спасибо вам всем за внимание что вы серьезно отнеслись к этому видео вы посмотрели эту информацию и вы сделаете вывод для себя рекомендую вам всегда относиться очень серьезно к всем путешествиям за границу подходить к этому вопросу очень внимательно и ознакомиться со всей важной информацией которая касается поездок за границу не только которая касается а вот отдыха я и любых поездок за границу если у вас есть какие-то вопросы обязательно задавайте их в комментариях под этим видео что смогу обязательно вам подскажу ну а если у вас есть какая-то информация что вы можете поделиться и тогда обязательно тоже напишите эту информацию в комментариях под этим видео я обязательно почитаю ее ну и не забывайте подписываться на мой канал кнопочка подписаться под этим видео прошу помощи у вас поддержите мой канал поддержите развитие моего канала на ю тубе это очень важно для меня желаю всем позитива и самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий друзья до новых встреч пока пока